Привет-привет! Меня зовут Анна Кафырина и вы на моём канале YouTube. Сегодня хочу поднять очень важную тему о том, как стирать вещи. Я часто встречаюсь, что люди не умеют стирать вещи, хотя казалось бы, это очень просто – кинул в машинку, засыпал порошок и всё. Но в отношении некоторых вещей люди совершают ошибку. Например, в отношении белых вещей, о которых я рассказываю уже третье видео подряд, и я считаю это очень важным. Белые вещи можно стирать только с белыми вещами. Обращаю ваше внимание, никогда не стирайте белые вещи с серыми, со светлыми вещами или с вещами, например, белыми, но с каким-то мелким рисунком. Объясню почему. Дело в том, что, стирая белые вещи с какими-то другими, вы сокращаете срок жизни белой вещи. И она прослужит вам намного меньше, потому что и так белые вещи – это те вещи, которые мы меняем в гардеробе чаще других, потому что они быстрее приходят в негодность. На белом быстрее становятся видны катышки потёртости, подмышками от дезодоранта, бывают пятна, которые не так легко вывести, а со временем их нельзя вывести совсем. Поэтому обращаю ваше внимание, что берегите свои белые вещи, относитесь к ним бережно и они прослужат вам намного дольше. Что касается других вещей, чёрные, я тоже рекомендую стирать отдельно от других вещей и добавлять в стиральный барабан машины, добавлять жидкость для стирки чёрного, потому что таким образом эта жидкость позволит вам сохранить вещи чёрными. Они не так быстро станут так называемого псилого цвета. Это когда чёрный уже такой начинает быть с серинкой и уже не находится в том шикарном чёрном состоянии, в котором был изначально. К остальным вещам гораздо проще их стирать, потому что в принципе цветные вещи вы закидываете в барабаны машины все вместе. Но тоже обращайте внимание, что светлые со светлыми, тёмные с тёмными. Также я рекомендую стирать блузочные ткани и джинсы-брюки отдельно, поскольку джинсы-брюки делаются из более грубых материалов и поэтому их нужно стирать тоже отдельно. Поэтому я вот, например, приблизительно раз в неделю собираю большую стирку и занимаюсь тем, что сначала сортирую, а потом стираю вещи. Либо это происходит в течение недели, если накапливается определенное количество, чтобы в барабан машины заполнить его полностью и вещи постирать. Вот. Также хочу сказать про шерстяные вещи. Я часто слышу советы, что шерстяные вещи, кашемировые, из мереносовской шерсти рекомендуют стирать руками. Но я приверженец того, что мне жалко свои руки. Я хочу, чтобы мои руки как можно дольше сохраняли свою молодость и красоту. Поэтому даже шерстяные вещи я стираю в барабане машины. К тому же, современные машины, они оснащены, они оснащены режимом стирки бережным, ручным или там, например, режим у многих есть для шелковых или шерстяных тканей. Пожалуйста, кладете эти вещи в машинку, выставляете режим шерстяной ткани. 30 градусов там, как правило, температура. Я обычно вручную снижаю этот температурный режим до холодной воды, чтобы точно вещь не села. И, опять же, немножечко понижаю стандартный режим отжима. Он, как правило, 800 оборотов в минуту устанавливается. Я снижаю до где-то 700, потому что 700, а иногда 600. Но ниже стараюсь не делать, потому что если вы сделаете количество оборотов ниже, то вытаскивая вещь, она будет у вас мокрой, с неё будет течь, и вам придётся выжимать её вручную, что будет не очень хорошо, поскольку выжимать, выкручивать шерстяные вещи нельзя, она не деформируется каким-то другим образом. Она будет не очень, тоже какого-то непонятно, растяжение у неё получится. Поэтому я рекомендую, чтобы машина всё-таки отжимала эти вещи. И после всего этого просто раскладывайте вещь на горизонтальной поверхности. Я раскладываю либо на сушилке, либо на кровати ровно кладу, и в таком виде вещь у меня сохнет и достаточно быстро высыхает. Ещё один момент, который хочу рассказать вам про белые вещи. Иногда бывает недостаточно порошка обычного, даже если он какой-то условно там тайт или персила с супер гранулами, супер отбеливающий. Иногда этого порошка тоже бывает недостаточно, поэтому я использую дополнительные порошки, они называются именно отбеливающие. Сейчас вот мне в последнее время нравится порошок, не знаю, какой-то китайский, я понятия не имею, что это за фирма, мне подарили. И этот порошок отлично отстирывает какие-то белые вещи, даёт им именно ту кристальную белизну, как морозную свежесть, которая была у них первоначально. Поэтому если вы следите за своими вещами и хотите дольше сохранить их первоначальный вид, то всегда обращайте внимание на то, как и с чем вы их стираете. Обязательно читайте этикетки. На этикетках всегда есть значки, как стирать какую-то вещь, как её гладить, чтобы она максимально долго вам прослужила. Ну а если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И увидимся в следующем видео. Пока-пока!